Меня зовут Валерий Энгель, я являюсь президентом Европейского Центра развития демократии и соорганизатором этой сессии. Я считаю, что очень важно, что на этой конференции мы также поговорим о современных аспектах проблем толерантности, потому что, как правильно сказал профессор Бошко, самое главное в изучении Холокоста – это вовремя перекинуть мостик на современность, иначе это становится просто мертвой дисциплиной, научной дисциплиной. Я сейчас хочу представить доклад, общеевропейский доклад, который мы сделали по материалам 2014-2015 года. В его подготовке принимали участие исследователи, основная часть из которых присутствует здесь, и я хочу выразить им большую благодарность за участие в этом проекте и за то, что они приняли участие в этой конференции. Вообще, когда мы начинали наше исследование, мы ставили перед собой следующие задачи. Во-первых, мы хотели проанализировать основные вызовы, которые стоят сегодня перед европейскими странами, и связанные с ними проявления на почве ненависти. Мы исследовали 10 стран, ситуацию в 10 странах, 8 из которых входят в состав Европейского Союза, и 2 не входят в состав Европейского Союза. Для того, чтобы посмотреть, во-первых, что из себя представляют проявления ненависти в этих странах, проанализировать, насколько государство, власть в этих странах оказалась готова к этим вызовам, посмотреть, какие факторы повлияли на формирование общественного запроса на радикализм, и оценить перспективы права радикализма в Европе. К чему мы пришли? Ну, во-первых, мы констатировали наличие серьезных вызовов, стоящих сегодня перед большинством стран мониторинга, и также перед Европейским Союзом. Это, во-первых, миграционный кризис, о котором сегодня все говорят, и, в общем-то, все с этим согласны, что такой вызов существует. Это опасность правого радикализма, с которой согласны далеко не все. Мы выяснили, что совершенно очевидно, что эти вызовы, они активизировали те ксенофобные настроения, которые, собственно говоря, и без того существовали в Европе. На сегодняшний день можно сказать, что для всех стран мониторинга характерны три основных формы ксенофобии. Это мигрантофобия, это фобия по отношению к национальным и религиозным меньшинствам, и это гомофобия. Это то, что характерно для всех стран, хотя есть, конечно, отличия, например, кавказофобия в России, так сказать, и так далее, или там ненависть, предположим, к сербам в Хорватии, и так далее. Это все, так сказать, отдельные такие темы. Но я говорю об общих тенденциях. Итак, мигрантофобия. Вот это те цифры, которые показывают максимум и минимум тех настроений, которые есть в странах мониторинга. Мы видим, что разница не особо велика. 26%, 80% в Италии, 54% в Нидерландах. Но это минимальный уровень. Все-таки это больше 50% населения, в общем, в толерантной, как бы считается, Голландии. Этническая религиозная ксенофобия здесь лидирует антицыганские настроения, как ни странно. В Италии 86%, разброс очень большой. В Италии 86%, в России 23%. Это, так сказать, наиболее сильная фобия, которая существует на сегодняшний день в Европе. Дальше идут антиисламские настроения, вот с такими цифрами. От 61% в Голландии до 18% в России. И антисемитизм. Несмотря на то, что основные террористические акты последних лет были направлены в Европе против евреев, тем не менее антисемитские настроения, в общем-то, это меньшее из фобий, которые существуют на сегодняшний день в европейском сообществе. И гомофобные настроения, которые, как вы видите, характерны в основном для стран Восточной Европы и, прежде всего, для тех стран, которые не входят в состав Европейского Союза. Естественно, ксенофобия подпитывает определенные, так сказать, более страшные вещи, то есть она подпитывает преступления на почве ненависти. И здесь вроде бы все нормально, как всегда, за исключением того, что в 2014-2015 году совершенно поменялась география преступления на почве ненависти. Вы видите, что неожиданно на первом месте оказалась Германия с 229 нападениями, вернее, актами вандализма, и прежде всего это касалось нападениями на места содержания беженцев, а в Голландии это нападение на религиозные учреждения мусульман, прежде всего на мечеть. Это 6 стран, в которых были в 2014-2015 году зафиксированы межэтнические столкновения. И здесь присутствуют, как вы видите, опять-таки не только такие страны, например, как Россия, где ежегодно фиксируется порядка 10 межэтнических столкновений довольно такого массового характера, это средняя цифра, но и такие страны, где, в общем-то, межэтнические столкновения не были характерны последние годы. Это Украина и Германия, например. Ну, Германия, так сказать, довольно был такой случай единичный, что ли, когда было столкновение между курдами, езидами и мусульманами. Причем со стороны мусульман участвовали, так сказать, в этой стычке в основном чеченцы. Ну, это было, так сказать, разовое столкновение, но оно было довольно показательное для этой страны. Дальше преступления на почве ненависти. Я вообще отношусь к этим цифрам с большим подозрением, потому что и с большим скептицизмом. Прежде всего потому, что в разных странах существует разное определение ненависти, понимание ненависти. В разных странах существует разное понимание преступления на почве ненависти. Самое главное, существуют разные подходы к сбору статистической информации. Если Великобритания это страна абсолютно прозрачная с точки зрения цифр и Германии, то, скажем, об Италии и Греции этого сказать совершенно нельзя. Поэтому эти цифры показывают основные тенденции. Я, в общем-то, довольно осторожно к ним всегда отношусь. Это цифры, которые показывают убийство на почве ненависти. Мы их выделили в отдельный показатель. Здесь вы видите, что на первом месте Украина. Это результат известного, я считаю, что это теракт, кто-то считает по-другому, но во всяком случае это результат столкновения между двумя противоборствующими политическими группировками. в 2 мая 2014 года, когда погибло 48 человек, сгорел Дом профсоюза. Дальше идет Россия, дальше идет Франция. Это, так сказать, таблица, которая показывает количество террористических актов в 2014-2015 году и количество жертв, которые... На почве ненависти, мы говорим только о почве ненависти, естественно. Которые имели место там быть. Лишь две страны в 2014 году демонстрировали позитивную динамику в преступлениях на почве ненависти. Это Греция и Россия. Объясняется это, прежде всего, ужесточением антиэкстремистского и антитеррористического законодательства. Если вы знаете, в Греции... Греция лидировала, кстати говоря, в антирейтинге ненависти на протяжении последних 4-х лет. И вот тут произошло сокращение преступлений в два раза. За счет чего? Ну, во-первых, прекращение государственного финансирования партии «Золотая заря» и начало, так сказать, массовых уголовных дел против лидеров этой партии. Это дало, так сказать, определенный эффект. Но, как видите, ненадолго в 2015 году произошел снова подъем на фоне миграционного кризиса. В России миграционного кризиса нет. Там тоже произошло ужесточение антитеррористического законодательства. Стали сажать за разжигание ненависти в интернете. Ну, не сажать на самом деле, а стали давать условные сроки. Но этого вполне достаточно, чтобы человек остановился. И довольно противоречивая статистика. У меня есть материал Генпрокуратуры Российской Федерации. Там очень интересно. Действительно, падение насильственных преступлений почти в два раза, и при этом рост уголовных дел на 30%. Когда начинаешь выяснять, в чем проблема, почему рост уголовных дел, выясняется, что это как раз за преступления в онлайн, в сети. То есть стали привлекать за это к ответственности, давать в основном условные сроки, и количество зарегистрированных преступлений возросло, а количество насильственных преступлений, соответственно, упало. Есть еще одна причина, это раскол среди националистов России. Украинские события раскололи на российское националистическое движение. Часть националистов поддержали сепаратистов, часть, которые называют себя истинными националистами, они поддержали киевские власти. И, что самое главное, они отправились воевать на Украину. Опять-таки, часть, значит, в Донецке и Луганске, часть отправилась воевать в Киев. Вот этот раскол произошел, и самое главное, что произошел раскол из-за украинских событий между националистами и либералами. Потому что вы знаете, что 11-12 год, это смычка либерального движения и радикального движения. Либералы практически предоставили трибуну радикалам. Там был образован Координационный совет оппозиции, и вот на этих антипутинских, так сказать, лозунгах произошло объединение. Вот украинский кризис этот союз, так сказать, окончательно прекратил, пока на этом этапе. Ну и по официальным данным, более трех тысяч активистов радикально-исламистских движений отправились воевать в Сирию на стороне джихадистов. Вот все это привело к сокращению преступления на почве ненависти в России. Но теперь все, в том числе и в российских правоохранительных органах, с ужасом ожидают, что же будет, когда эти все люди вернутся с Украины и вернутся из Сирии. Как реагирует, что делает государство? Как реагирует государство на все эти вызовы? Ну вот по нашей информации, в общем-то, картина довольно печальная. Во-первых, печальная она потому, что, даже не потому, что еще есть страны, где расизм и религиозная ненависть не являются отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Это прежде всего Венгрии, Польша, там, так сказать, ряд других стран, скажем, Украина, где необходимо доказать прямой умысел, Италия, где тоже необходимо доказать, что вот было намерение, так сказать, там, что-то такое совершить в отношении меньшинства и так далее. И даже не в том, что в целом ряде государств, практически во всех странах мониторинга существует ограничение на религиозные организации. Проблема, на самом деле, гораздо глубже. Проблема в том, что в Европе проводится достаточно, так сказать, такая аморфная и устаревшая, так сказать, по нынешним временам политика в отношении национальных меньшинств. Во-первых, существует две страны, которые, в принципе, отрицают наличие национальных меньшинств у себя. Это Франция и Греция. В каждой из них примерно 10% реально национальных меньшинств. Они отрицают их наличие, потому что они считают, что это проявление расизма. Соответственно, они этим вопросом не занимаются. Они не подписали рамочную конвенцию по защите прав национальных меньшинств. Они не занимаются вопросами национального образования, религиозного образования. Вакуум заполняют экстремистские организации. Соответственно, в этих странах хуже всего обстоят дела с интеграцией. И именно в этих странах, так сказать, довольно вольготно, как мы видим, особенно во Франции, чувствуют себя террористы. Далее. Существуют страны, которые подписали рамочную конвенцию по защите прав национальных меньшинств, но с ограничениями, с оговорками. Они манипулируют своими меньшинствами. Например, Германия признает коренные свои национальные меньшинства. То есть кто это? Это Даны, это Сёрбы, это Фризы. Это германские цыгане. Но они не признают турок. Огромное, так сказать, количество. Они не признают выходцев из бывшей Югославии. И, соответственно, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. На Украине, в смысле, в Польше признаются только граждане Польши. Казалось бы, совершенно нормальное явление, но осталась за бортом значительная украинская диаспора, которая там существует. То же самое в Голландии. Но даже те страны, которые подписали рамочную конвенцию без ограничений, без оговорок, там примерно происходят те же самые процессы. Что я имею в виду? Ну, например, Англия, да, так сказать, довольно толерантная Англия с огромными пакистанскими, например, индийскими, карибскими общинами и так далее. Существует один государственный язык, одна государственная религия. Существует три региональных языка. Это гельский, это ирландский, это валийские языки, которыми действительно занимаются. Есть преподавание, есть школы, так сказать, и так далее, и так далее. Но это и все. Что в итоге? Мы можем сказать, что государство в большинстве европейских стран не занимается проблемами наиболее значимых этнических и религиозных меньшинств. Более того, они либо устраняются от процесса интеграции, либо они проводят, так сказать, такую интеграционную политику, которая близко стоит к асимиляционной политике. И, в общем, это принималось. Это всегда принималось Европой. Это всегда принималось меньшинствами. Вот, например, 75% французских мусульман по последним опросам, они считают себя прежде всего французскими гражданами. Потом они считают себя, может быть, мусульманами, арабами, выходцами из каких-то стран Магрибы, но прежде всего французами. Но 25%, а это очень большая цифра, они не считают себя таковыми. Они считают себя сначала арабами, сначала мусульманами, сначала выходцами из Туниса, из Алжира и так далее. а потом уже себя считают французскими гражданами. И самое страшное, что это в основном относится не к эмигрантам первого поколения, а к эмигрантам второго-третьего поколения, то есть к людям, родившимся на территории Франции. Такая же картина примерно и в других странах. И здесь стоится большая опасность, поскольку такие процессы могут привести в скором времени к возникновению серьезного межцивилизационного противостояния в Европе. Это с одной стороны, а с другой стороны проводится довольно противоречивая политика в отношении мигрантов, которая, на мой взгляд, может скоро привести к тому, что эти 25%, они уже станут 30, 40 и так далее. Но предположим, в 2013-2014 году Великобритания, Италия, Венгрия, Франция, Германия ужесточают свое миграционное законодательство. Ужесточают, особенно Англия, жестко ужесточают. А 23 августа 2015 года Германия принимает свою, так сказать, так называемую сирийскую инициативу в обход регуляции Европейского Союза. И тут начинаются эти игры с перераспределением беженцев и так далее, и так далее, и так далее, что, в общем, ставит вообще вопрос о существовании архитектуры ЕС в прежнем виде. Такая достаточно, так сказать, странная и противоречивая политика, но она есть. Не надо думать, что эта ситуация только в ЕС. Например, в России полтора миллиона беженцев нелегальных выдворили просто за 2014-2015 год с территории Российской Федерации. Приняли специальные ужесточающие законы по регистрации мигрантов. В то же время в стране отсутствует антидискриминационное законодательство как таковое, что позволяет осуществлять самую жесткую эксплуатацию на европейской территории мигрантов. На Украине очень тяжелая ситуация. Миллион четыреста тысяч беженцев из восточных регионов страны. Нет денег реального государства на то, чтобы их нормально, так сказать, принять. Нет каких-то реформ в области законодательства и так далее, и так далее. Дальше больше, потому что мы подходим к правоприменительной практике, которая тоже оставляет желать лучшего, потому что главным критерием ее оценки является способность власти выстроить эффективную инфраструктуру для противодействия дискриминации и преступления на почве ненависти. Этого нету в большинстве стран. То есть в большинстве стран нет разделения преступлений на почве ненависти и на бытовой почве. Я долгое время, 9 лет, был исполнительным вице-президентом Федерации еврейских общин России. Вот я помню 2005-2006 год, вот каждую неделю я переписывался с генеральным прокурором Российской Федерации. Я ему писал, там осквернили кладбище, здесь напали на евреев, там что-то еще произошло и так далее, и так далее. Мне отвечали, да что, о чем вы говорите, это просто бытовые преступления, ничего страшного. Мы их нашли, посадили, они там раскаялись и прочее, прочее, прочее. Значит, когда начинаешь разговаривать действительно на каком-то высоком уровне, там замминистра внутренних дел, там с прокурорами и так далее, выясняется, что просто слабая профессиональная подготовка. Они реально не понимают вот этой разницы между бытовыми преступлениями и разницами между преступлениями на почве ненависти. И, кроме всего прочего, нужна еще политическая воля, политическая воля отсутствует. Например, в Голландии, где выстроена, на мой взгляд, превосходная система работы с населением по вопросам дискриминации и преступления на почве ненависти, в Голландии в 2014 году общественный прокурор из 1600 случаев обращений в полицию по поводу фактов дискриминации согласился лишь с 83-мя случаями. Это самый низкий уровень с 98-го года, хотя уровень ненависти в стране не снизился, а он, наоборот, вырос. Ну и, естественно, на фоне этого всего, на фоне вот этих вызовов, на фоне роста ксенофобии, на фоне растерянности власти растет популярность радикально-националистических партий, радикальных идей. Их идеология понятна, она общая, хотя есть, конечно, нюансы. Это антииммиграционная риторика, это антисемитизм, антиисламизм, антицыганские настроения, евроскептицизм. В Венгрии и Украине гларификация коллаборационистов Второй мировой войны. Сегодня нельзя уже сказать, что эти радикальные силы маргинальны. Они имеют свой электорат. Это примерно от 10 до 25%. Они имеют вот такой примерно состав представительства в европейских и в национальных структурах. Даже золотая заряне, смотря на те репрессии, которые на них обрушились последние два года, их электорат от 9 до 11%. Вот не меньше. Тем не менее, народ за них голосует. Более того, партии политического эстеблишмента, чувствуя настроение людей, они начинают перенимать праворадикальные лозунги. А раз так, раз они принимают лозунги, значит они начинают двигаться в правом тренде. И, естественно, национальные радикалы, они играют. Они играют на миграционных настроениях. Они играют на том, который сейчас готовится к подписанию договора о трансатлантическом партнерстве между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Потому что они говорят, что сейчас дешевые американские товары заполнят европейские рынки. И, соответственно, разорятся европейские товаропроизводители. Они используют более мелкие раздражители, как, например, антироссийские санкции. Вот фермеры остались без работы. Они используют безвизовый режим с Турции и с Украины. Потому что говорят, что сейчас нелегальная рабочая сила заполнит опять Европу и отберет места у европейцев и так далее. Это все работает. И вот уже вынуждены, партия политического истеблишмента, вынуждены перенимать эту риторику. И уже партия Фидес в Венгрии активно использует антимиграционную и гомофобную риторику Йобика. Уже партия Саркази использует риторику Национального фронта. И даже в России партия Яблоко, либеральная партия, использует антимиграционную риторику российских радикалов. О чем это все говорит? Это говорит, что мы пришли вот к такой схеме, когда новые глобальные вызовы, неспособность власти, все это приводит к росту ксенофобии и приводит к активизации радикально-нациалистических движений. И сегодня любое нарушение прав европейца, любое ухудшение ситуации, будь то в экономике, будь то в политике, будь то где угодно, оно будет работать на право радикалов, а не на традиционную оппозицию. И тогда мы можем получить ситуацию с полностью изменившейся, так сказать, не только архитектурой Европейского Союза, но полностью изменившейся идеологической основой Европы, которая была сформирована после войны. Вот это та проблема, которую я обозначил, я думаю, что сегодня и завтра мы об этом поговорим. Я хочу сказать, что вчера мы договорились о том, что мы трансформируем Балтийский центр толерантности в Европейский центр толерантности, что мы будем заниматься проблемами не только, так сказать, истории, но и современности. Мы будем формировать экспертную площадку, в том числе и по этим вопросам, и дискуссионную площадку, в том числе с целью разрешения существующих конфликтов. Спасибо. На этом я свое выступление заканчиваю, а теперь как модератор... Спасибо.